А вот как к этому относятся в Министерстве Финансов? Там все-таки не оптимисты или пессимисты работают, там бюджетные реалисты, которые точно знают, что может позволить себе наше государство в этом году. Оксана Маркарова, исполняющая обязанности Министра Финансов, сегодня в гостях у подробностей недели. Я правильно назвал вас реалистами, Оксана? Доброго вечера, только так. Спасибо, что пришли. Ну вот смотрите, политикой обещали еще несколько месяцев назад, что решение о повышении минималки они примут по результатам августа-сентября месяца. Павел Розенко уже уверяет, что это повышение будет. Теперь давайте вот реально скажем. Экономические тенденции на сегодняшний день позволяют быть оптимистами в этом вопросе? Будет повышение или нет? Нам, конечно, хотелось бы, чтобы все реформы и изменения, которые мы проводим, позволяли в конечном этапе сделать измену для наших граждан. И мы поднимали уже минимальную зарплату перед этим. И, конечно, хотели бы иметь возможность поднять ее в будущем. Чи будет это реалистичным? Мы тут говорим про реалистичные вещи. Будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация экономичная. На сегодняшний день действительно можно говорить про стриманный оптимизм. Бюджет выполняется. И мы надеемся, что если у нас будет надалее выполнение, а еще лучше перевыконание по бюджету, мы сможем подойти, как закладно в бюджете, к вопросу поднения в том числе и минимальных зарплат. Это если мы будем убирать фактор выборов, да, когда политики, в общем-то, решат, что перед выборами надо задобрить население. Ну, посмотрим. Посмотрим, что победит. Популизм или все-таки экономический здравый смысл. Давайте о социальных расходах. Это выплата зарплат, пенсии. Очень важно субсидии. В этом году денег на них достаточно будет до конца года или нет? Этот вопрос сейчас волнует очень многих. Так, как мы каждый год с вами говорим, и каждый год мы говорим, что денег выстачит на все. В этом году все социальные выдатки, субсидии, зарплаты, все будут профинансированы, мы уверены. И результаты 5 месяцев этого года уже подтверждают, что у нас есть и по доходам выполнение, и, соответственно, все социальные выдатки в полном мере тоже профинансированы. Ну, слухи ходят разные. Я почему об этом спрашиваю? Последний месяц активно мусируется в прессе, в СМИ. Ну, такие нехорошие тенденции о том, что бюджет у нас наполняется не так хорошо, как хотелось бы. Что, в общем-то, даже и сверстану, говорят многие эксперты, был неправильно и пугают даже таким страшным словом, как секвестр бюджета, то есть урезание доходной части. Вот как вы можете это прокомментировать? Насправді, якщо подивитись на 5 месяцев, как я сказала, с загального фонда дохода склали 337,7 миллиардов гривен. То есть, загальный фонд выполнения 99%, а если взять вместе с специальным фондом, то 100%. То есть, за 5 месяцев бюджет выполнен. За 4 месяца, если подивитись, было 95% выполнения. И были какие-то думки, что на 5% не выполнено. Сейчас мы уже это надолужили. Поэтому, могу сказать, нам всегда хочется, чтобы, звичайно, доходы бюджета перевиконувались. Но четкое выполнение говорит о том, что и планование было належным, и мы действительно идем за графиком. Поэтому слово секвестр, звичайно, очень хорошее. Но 3,5 года на посаде заступника не довелося вдаваться до этого. И я уверена, что в этом году секвестр не будет на порядке дня. Оксана, а вообще складывается впечатление, что государство сейчас ведет политику многократного снижения выплат на социальную именно сферу. В первую очередь, это касается субсидий. Действительно ли к осени больше половины субсидиантов на сегодняшний день уже не будут получать помощь от государства? Это неправильно, про больше половины. На самом деле, что такое субсидия? Субсидия – это программа государственная для того, чтобы тем, кто действительно потребует ее, получил помощь в выплате коммунальных послуг. И поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы лучше выбрать тех, кто действительно потребует. Чтобы те люди, которые имеют величезные домики, величезные остатки, ну, звичайно, они не есть и не должны получать субсидии. Но все, кто должен получать субсидии, они получают належным образом так, как и минули. То есть, отсеять шареликов и сделать эту помощь более адресной. Хорошо. Сотрудничество с МВФ. Насколько важным Вы считаете продолжение вот этой программы? И насколько денег Вы рассчитываете получить, ну, хотя бы в ближайший год? Смотрите, наша программа с МВФ – это четырехречная программа. Вона закинчивается в березне 2019-го року. И мы по ней отримали 17,5 миллиардов, уже половину практически. Это очень сложная комплексная программа. Сейчас мы работаем над ближшим переглядом, в результате которого мы можем отримать 1,9 миллиарда. Каким образом мы будем двигаться дальше, будем видеть. У нас есть еще возможность отримать при выполнении подальших кроков наступные кроки, но она надзвичайно для нас важлива. Почему? Потому что это сигнал для инвесторов, потому что это открывает нам шлях до еще других европейского финансирования, других джерел. И потому что, на самом деле, она, ну, это же не только программа МВФ, это наша программа. В ней записаны те реформы, которые мы совершили, и много из них уже стали реальностью, и те, которые будут еще совершены до завершения программы. Оксана, Вы уже несколько лет были первым замом министра финансов. Сейчас Вы стали исполняющей обязанности. Как у Вас с командой? Вы уже успели ее сформировать? Последний вопрос. Все Министерство финансов – это и моя команда. На самом деле, мне очень счастливо с министерством, в котором я работаю, потому что у нас очень высокий кадровый потенциал, Вы очень хорошие директори департаментов, фаховцы. Что до команды, безусловно, заступников, я надеюсь, что, если не все, то большая часть остается. При необходимости, конечно, будем, конечно, усиливать команду. Ну что ж, удачи Вам на старой новой должности. На старой должности, наверное, с новыми полномочиями. Спасибо. Оксана Маркарова, исполняющая обязанности главы Министерства финансов Украины, отвечала на мои вопросы.